В страхе армян Пашинян готова дать полную власть над Арменией Алиеву. Исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна продолжают обвинять во всех смертных грехах. Если Никол Пашинян не будет переизбран на пост премьер-министра, то в Армении начнется страшная гражданская война. Об этом заявил соучредитель партии «Гражданский договор» известный армянский эксперт Артур Амбарцумян. Пашинян не примет и не согласится с другим результатом неочередных выборов, кроме того, который удовлетворит его. Он об этом не раз говорил. В 2020 году, выступая перед народом, он умудрился заявить, что гражданской войны в Армении не будет только потому, что люди выберут правильное правительство. А несколько дней назад в Армавире он сказал, что не примет любой другой исход выборов, кроме своей победы. Одним словом, Пашинян готова дать полную власть над Армении Ильхаму Алиеву, чтобы она не досталась его оппонентам, отметил эксперт. Амбарцумян выразил уверенность, что если Никол Пашинян не будет переизбран, то он пойдет на кровопролитие. Ереван вынудят открыть Зангизурский коридор. По мнению российского эксперта, для открытия транспортных коммуникаций необходимо дополнительное время для дипломатических переговоров и политического давления на Ереван. Что нужно для открытия коммуникаций в регионе и преодоления сопротивления Армении? Кому, кроме Азербайджана, нужен Зангизурский коридор и готов ли российский бизнес вкладывать в азербайджанские проекты? На эти вопросы отвечает известный российский эксперт, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра молодежного форума исламского сотрудничества Евгений Михайлов. Для открытия транспортных коммуникаций, на мой взгляд, нужно лишь дополнительное время для дипломатических переговоров и политического давления на Ереван. Участие России в этом процессе очевидно, потому что наша страна крайне заинтересована в открытии новых глобальных транспортных путей. Учитывая политическую нестабильность в Армении, стоит принимать во внимание различные варианты развития событий. При этом, на мой взгляд, уже в ближайшее время очень высока вероятность принятия решения по Зангизурскому коридору. Думаю, что армянская сторона постепенно придет к осознанию факта абсолютной безрезультатности провокаций против Азербайджана, которые вызывают только отторжение и нежелание той же России предстать в негативном свете, будучи гарантом безопасности этой маленькой, но пытающейся казаться самостоятельной страны. Еревану в любом случае придется выполнять взятые на себя обязательства, иначе его просто вынудят это сделать. Зангизурский коридор – это не просто дорога, это не просто магистраль, которая свяжет Азербайджан с автономным Нахчеваном. Это на самом деле потенциальный мощнейший драйвер экономического развития всего Южного Кавказа, потому что мы говорим о связи не только западных регионов Азербайджана и Нахчевана или Нахчевана и Турции, а в принципе о транспортном сообщении, которое пойдет на пользу и создаст большие возможности для всех стран региона, в том числе и России. Помимо Российской Федерации, большие выгоды от коридора получит и Иран. Что же касается противодействия Армении строительству Зангизурского коридора, то происходит эта боязнь прежде всего за непонимание до конца истинной выгоды подобного проекта для страны, хотя она совершенно очевидна. Думаю, Ереван сначала громко покричит о якобы притязаниях на свои территории, но потом все-таки задумается о будущем, в котором, если он не будет реагировать на новую действительность, ему места нет. Ведь только после поражения во Второй Карабахской войне в Армении стали слышны голоса здравых политикам о том, что пора начинать с Азербайджаном конструктивный диалог. Тот же Пашинян уже не раз заявлял о пользе открытия коммуникаций, хотя и вызывал шквал критики ультра-националистов, жаждущих реванша. В целом, на мой взгляд, Баку весьма дальновидно уделяет большое внимание проведению внешнеполитического курса, направленного на укрепление транспортной безопасности путем диверсификации логистических маршрутов. Тут я хотел бы упомянуть и перспективный проект международного транспортного коридора Север-Юг. Думаю, что краеугольным камнем здесь пока является позиция Тегерана по вводу в эксплуатацию железнодорожной магистрали Астара-Решт-Казвин, который может завершить процесс полной интеграции логистических пространств России, Азербайджана и Ирана. Руководство Азербайджана проводит взвешенную и выверенную внешнюю политику, четко следуя национальным интересам. При этом стоит отметить предпринимаемые на высшем уровне усилия в транспортно-логистической и экономической сферах, ставшие возможными после восстановления территориальной целостности страны. В первую очередь указанные меры призваны способствовать развитию крупного и среднего бизнеса, а также привлечь в регион дополнительные инвестиции. Конечно же, российский бизнес не останется в стороне. Уверен, что российские бизнес-круги внимательно следят за развитием ситуации после завершения Карабахского конфликта. Я не экономист, но и мое внимание привлекли позитивные оценки зарубежных инвесторов относительно динамики внешнеторгового оборота Азербайджана. По данным Государственного таможенного комитета, за один триместр текущего года, несмотря на прошедшую войну и продолжающуюся пандемию, положительный баланс внешнеторгового оборота вырос более чем на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это после достаточно затратных боевых действий. Для российского бизнеса подобные показатели являются очевидным стимулом для инвестирования в Азербайджан. Насколько мне известно, сейчас ведутся переговоры о миллиардных вложениях в транспортно-логистические проекты. Уже состоялся ряд встреч высокопоставленных лиц. Итоги недавней встречи президента Эльхама Алиева с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адильем Карай-Исмаил-Углу вызвали интерес в экспортном сообществе России и не остались незамеченными крупными российскими бизнес-структурами. «Думаю, скоро этот интерес даст практические результаты», сказал Евгений Михайлов. Алиев обыграл Пашиняна по всем статьям. Экс-президент Армении Серж Саргсян в очередной раз раскритиковал Никола Пашиняна. Вы помните ту встречу в лифте, когда президент Азербайджана Эльхам Алиев обкрутил вокруг пальца этого дурака и начал делать свою работу. С того момента был заложен фундамент развала нашей системы безопасности. Во время предвыборной кампании блока чести Мею в Аюдзоре заявил третий президент Республики Армения Серж Саргсян. По его словам, на тот момент уже довольно длительное время эти бесчестные люди, у которых нет собственного достоинства, распространяли среди людей слухи о том, что Армения должна оставить Карабах и жить мирно. Как только они пришли к власти, этот тезис закрепился, подчеркнул Саргсян. По словам третьего президента Республики Армения, если у Армении не будет боеспособной армии, то у нее не будет и системы безопасности. До тех пор, пока у этих есть возможность командовать армией, эта армия не может быть боеспособной, заявил экс-президент Республики Серж Саргсян.